Альфред Грибер. Практический еврит шаг за шагом. Урок номер 15. Кто это? Животные и птицы. Урок ведёт Альфред Грибер. На данном уроке вы познакомитесь с названиями животных и птиц. Начнём с названий животных. Зод Хая. Это животное, в смысле живой организм. Зверь, в смысле хищное млекопитающее. Зод Хая. Повторите. Слово Хая. Это существительное женского рода единственного числа. Зод Хая. Зе Бааль Хаим. Это животное, в смысле живой организм. Зе Бааль Хаим. Словосочетание Бааль Хаим, дословно «хозяин жизни», это сопряжённое сочетание существительного мужского рода единственного числа Бааль и существительного мужского рода множественного числа Хаим, жизнь. Зе Бааль Хаим. Зе Гур. Это детёныш животного. Зе Гур. Зе Гур. Зе Гур. Это существительное мужского рода единственного числа. Зе Келев. Зот Калба. Это собака. Сука, в смысле самка собаки. Зот Калба. Слово Калба. Это существительное женского рода единственного числа. Зе Хатуль. Это кот. Зе Хатуль. Слово Хатуль – это существительное мужского рода единственного числа. Хатуль. Зе Хатуль. Зот Хатуля. Это кошка. Зот Хатуля. Слово Хатуля – это существительное женского рода единственного числа. Зот Хатуля. Зе Сус. Сус. Это лошадь. Конь. Зесус. Слово сус. Это существительное мужского рода единственного числа. Зесус. Зотсуса. Это лошадь. Кобыла. Зотсуса. Слово суса. Это существительное женского рода единственного числа. Зотсуса. Зепар. Это бык. Зепар. Слово пар. Бык. Здоровый, сильный человек. Это существительное мужского рода единственного числа. Зепар. Зот. Пара. Это корова. Зот. Пара. Слово пара. Это существительное женского рода единственного числа. Зот. Пара. Зе. Кэвес. Это баран. Зе. Кэвес. Слово кэвес. Это существительное мужского рода единственного числа. Зе. Кэвес. Зот. Кивса. Это овца. Зот. Кивса. Слово кивса. Это существительное женского рода единственного числа. Зот. Кивса. Зе. Дов. Это медведь. Зе. Дов. Слово дов. Дов. Это существительное мужского рода единственного числа. Зе. Дов. Зот. Дуба. Это медведица. Зот. Дуба. Слово дуба. Дуба. Это существительное женского рода единственного числа. Зот. Дуба. Зе. Зеев. Это волк. Зе. Зеев. Слово зеев. Это существительное мужского рода единственного числа. Зеев. Зе. Зеев. Зот. Зеева. Это волчица. Зот. Зеева. Слово зеева. Это существительное женского рода единственного числа. Зот. Зеева. Зе. Намер. Это леопард. Самец леопарда. Зе. Намер. Слово намер. Это существительное мужского рода единственного числа. Зе. Намер. Зот. Немера. Это леопард. Самка. Зот. Немера. Слово немера. Это существительное женского рода единственного числа. Зот. Немера. Зе. Ахбар. Ахбар. Это мышь. Самец. Зе. Ахбар. Слово Ахбар. Это существительное мужского рода единственного числа. Зе. Ахбар. Зот. Ахбара. Это мышь. Самка. Зот. Ахбара. Слово Ахбара. Ахбара. Это существительное женского рода единственного числа. Зот. Ахбара. Зе. Пил. Это слон. Зе. Пил. Слово Пил. Это существительное мужского рода единственного числа. Зе. Пил. Зот. Пила. Это слониха. ЗОД-ПИЛА. Слово ПИЛА – это существительное женского рода единственного числа. ЗОД-ПИЛА. ЗЭ-КОФ – это обезьяна, самец. ЗЭ-КОФ. Слово КОФ – это существительное мужского рода единственного числа. ЗЭ-КОФ. ЗОД-КОФА – это обезьяна, самка. ЗОД-КОФА. Слово КОФА – это существительное женского рода единственного числа. ЗОД-КОФА. ЗЭ-ШУАЛЬ – это лис, лиса. ЗЭ-ШУАЛЬ. Слово ШУАЛЬ – это существительное мужского рода единственного числа. ЗЭ-ШУАЛЬ. ЗОД-ШУАЛА – это лиса, лисица. ЗОД-ШУАЛА. ЗОД-ШУАЛА. Слово ШУАЛА – это существительное женского рода единственного числа. ЗОД-ШУАЛА. ЗЭ-АРЬЕ – это лев. ЗЭ-АРЬЕ. Слово АРЬЕ – это существительное мужского рода единственного числа. АРЬЕ. ЗОД-ЛЕВИА – это львица. ЗОД-ЛЕВИА. ЗОД-ЛЕВИА – это существительное женского рода единственного числа. ЗОД-ЛЕВИА. Кроме парных названий животных мужского и женского рода, существует и однородное название некоторых животных. ЗЭ-НАХАШ – это змей, змея. ЗЭ-НАХАШ. ЗЭ-ЦАВ – это черепаха. ЗЭ-ЦАВ. Слово ЦАВ – это существительное мужского рода единственного числа. ЗЭ-ЦАВ. ЗЭ-ЦВИ – это газель. ЗЭ-ЦВИ. ЗЭ-ЦВИ – это существительное мужского рода единственного числа. ЗЭ-ЦВИ. ЗЭ-ТАНИН – это крокодил. ЗЭ-ТАНИН. ЗЭ-ТАНИН – это существительное мужского рода единственного числа. ЗЭ-ТАНИН. Переходим к названиям птиц. ЗОТ-ЦИПОР – это птица. ЗОТ-ЦИПОР. ЗЭ-ЦИПОР – это существительное женского рода единственного числа. ЗОТ-ЦИПОР. ЗЭ-ОФ – это крупная птица. ЗЭ-ОФ. Слово ОФ – птица, крупная птица. Курица в смысле мяса. Куриное мясо – это существительное мужского рода единственного числа. ЗЭ-ОФ. ЗЭ-ГОЗАЛ – это птенец. ЗЭ-ГОЗАЛ. Слово ГОЗАЛ – это существительное мужского рода единственного числа. ЗЭ-ГОЗАЛ. ЗЭ-АВАЗ – это гусь. ЗЭ-АВАЗ. Звонкий согласный звук З в конце слова, в отличие от русского языка, не оглушается. Слово АВАЗ – это существительное мужского рода единственного числа. ЗЭ-АВАЗ. ЗОТ-АВАЗА – это гусыня. ЗОТ-АВАЗА. Слово АВАЗА – это существительное женского рода единственного числа. ЗОТ-АВАЗА. Кроме парных названий птиц, мужского и женского рода, существует и однородное название некоторых птиц. ЗЭ-БАРБУР – это лебедь. ЗЭ-БАРБУР. Слово БАРБУР – это существительное мужского рода единственного числа. ЗЭ-БАРБУР. ЗОТ-ЮНА – это голубь. ЗОТ-ЮНА. Слово ЙОНА – это существительное женского рода единственного числа. ЗОТ-ЮНА. Теперь давайте повторим все предложения данного урока. ЗОТ-ЮНА. ЗОТ-ЮНА. Это гур. Это клеев. Это клеев. Это хатул. Это хатола. Это сус. Это суса. З пар. Зод пара. З кевес. Зод кивса. З дов. Зод дуба. З зеев. ЗОТ ЗЕЕВА ЗЕ НАМЕР ЗОТ НЕМЕРА ЗЕ АХБАР ЗОТ АХБАРА ЗЕ ПИЛ ЗОТ ПИЛА ЗЕ КОФ ЗОТ КОФА ЗЕ ШООЛ ЗОТ ШООЛА ЗЕ АРИЯ ЗОТ ЛЕВИЯ ЗЕ НАХАШ ЗЕ ЦАВ ЗЕ ЦВИ ЗЕ ТАНИН ЗОТ ЦИПОР ЗЕ ОФ ЗЕ ГОЗАЛ ЗЕ АВАЗ ЗОТ АВАЗА ЗЕ БАРБУР ЗОТ ЙОНА ЗОТ АВАЗА ИТАК НА ДАННОМ УРОКЕ ВЫ ПОЗНАКОМИЛИСС С НАЗВАНИМИ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ А ТАКЖЕ УЗНАЛИ КАК ПРОИЗНОСИТСЯ ЗВОНКИ СОГЛАСНЫЙ ЗВУК З В КОНЦЕ СЛОВА КАК ПРОИЗНОСИТСЯ ЗВОК Ф КАК ПРОИЗНОСИТСЯ ЗВОК ФОТ